Конечно, с ними интересно. Всегда что-то новое от них узнаешь. Общий водительский стаж Вячеслава Калиниченко более 20 лет. Последние шесть он возит детей из деревни Койниха в 11-ю школу из Китима и обратно. Протяженность маршрута 12 километров. Раньше подвозом детей занималась школа. Теперь за это отвечает пассажирское автотранспортное предприятие. В школе, соответственно, написан приказ. Там определено, во-первых, количество детей, которые подвозятся в место остановки, маршрут. Назначены ответственные, которые каждый день осуществляют эту перевозку. И ответственные, которые проводят инструктаж с детьми, для того, чтобы вся эта перевозка осуществлялась безопасно. Каждый раз перед выездом инструктаж и медицинский осмотр к водителям требования стали жестче. Стаж не менее трех лет, отсутствие в течение года наказания в виде лишения права управления транспортным средством, административного ареста за нарушение правил дорожного движения. Технически предрейсовые осмотры каждый раз проходит и автобус. Рулевое управление, тормоза, чтобы воздух не шипел, давление в шинах, соединение, крепление, дворники, световое освещение, повороты, габариты. Путевка заполняется, проверяется документация, проверяется техосмотр, страховой полюс. Проверяется, чтобы таблички были, кто, какой водитель за рулем сидит. Ну и вот маршрут. Всего в распоряжении Скитимского автотранспортного предприятия два школьных автобуса. Один – ПАЗ 2009 года выпуска, основной, он годен. Второй – запасной. Сейчас его используют крайне редко, а летом он будет списан. Использовать для перевозки детей автобус старше 10 лет теперь запрещено. Учитывается еще одна важная деталь. Автобус должен быть оснащен спутниковой системой ГЛОНАСС и тахографом. Чисто внешне. Они отличаются окрасом, то есть ярко-желтый цвет. Надписи «Дети» на борту, направо, налево. Знак «Дети» спереди и сзади обязательно. И внешний колокол, внешней связи. Внутри сиденья несколько меньшего размера, боковые подлокотники, удерживающие устройства ремней безопасности. И сзади обязательно багажное отделение, чтобы можно было сложить сумки. Поездки на соревнования, культурные мероприятия или просто организованные экскурсии для школьников – сегодня явление частое. Ответственность несет перевозчик. ГИБДД следят за исполнением основных требований. Пакет документов должен поступать в местное отделение за 10 дней до поездки. Но окончательное решение принимается в региональном управлении. Управление ГИБДД разрешает выезд данного транспортного средства за два дня. Но непосредственно перед самым выездом мы еще раз проводим инструктаж, то есть, опять-таки, осмотр транспорта. Тогда, когда две и более единицы транспортного средства, только тогда выделяется машина для сопровождения. Ответственность за нарушение правил перевозки детей может привести к штрафу до 200 тысяч рублей на юридических лиц, до 50 тысяч на должностных. Водители в случае несоблюдения требований могут лишиться права управления транспортным средством сроком на полгода. Продолжение следует... Продолжение следует...